МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех вас, дамы и господа! С вами заболевший Таурус, и мы продолжаем проходить рут славе. Интересная девушка. Вроде простая и без загадок, как Лена или Алиса. И я полагал, что если человек простой вот в этой визуальной новелле, то будет все не настолько интересно. Но при этом она вот открывается какой-то чистотой, отличается эта девочка. И это, наверное, притягает к ней. Но посмотрим, как все развернется. Пока мы в старом лагере только что спустились в эти вот заброшенные коридоры, ведущие в бомбоубежище, на этом мы закончили серии. Продолжаем. Мы медленно пробирались вперед, держась за руки. В кромешной темноте фонарь помогал не сильно, лишь изредка освещая куски старых газет и валяющиеся тут и там металлолом. Внезапно начало казаться, что стены и потолок, увитые бесконечными линиями проводов, давят на меня и словно становятся... Уже. Я развел руки в стороны, пытаясь измерить ширину прохода. Далеко нам еще? Грустно спросила Славя, как будто Семен знает. Далеко до чего? Не имею ни малейшего представления. Мы-то знаем, что все не настолько плохо, да? Мы-то знаем, что все плохо, но мы хотя бы знаем, где и что находится. Но Семен-то первый раз здесь, и Славя первый раз здесь. И вообще неизвестно, чего ожидать. Это жутко. Ладно. И тут же передо мной, словно из ниоткуда, выросла массивная металлическая дверь. Ой. Тихо вскрикнула Славя. Я подергал за ручку, и она, казалось, начала поддаваться. Готова? Не знаю. Хотя, собственно, к чему надо вообще быть готовым в подобной ситуации? Колесо сделало несколько оборотов, ужасно скрипя при этом, и, наконец, замолкло, прокрутившись до конца. Я с силой дернул дверь на себя, и она нехотя открылась. За ней была какая-то комната, которая оказалась как раз самим бомбоубежищем. Когда мы вошли, внезапно загорелся свет. Отчего меня передернуло? Хотя, вполне возможно, что здесь существуют какие-то источники автономного питания. В то время, когда строили эти катакомбы, все делали на века. Да, кстати, я вот в прошлый раз, когда с Алисой здесь был, размышлял о том, насколько долговечны медикаменты, и не подумал о том, что раз уж это бомбоубежище, то здесь все должно быть действительно долговечным. Бомбоубежище оказалось именно таким, каким я себе его представлял. Здесь имелось все, чтобы поддержать длительное существование людей во время войны. В шкафах нашлись костюмы химзащиты, противогазы, сухпайки и канистры с водой. У дальней стены я заметил множество различных приборов. Измерители давления, радиации, радио и так далее. Однако создавалось впечатление, что им никто никогда не пользовался, что, в общем-то, неудивительно. Более того, даже не захотел сюда ни разу после постройки. Мне интересно, а у нас есть бомбоубежище? Конечно, есть. На миду из тех, которые там, допустим, недавно построили. Славя вопросительно посмотрела на меня. Ну, тут Шурика точно нет. А был? Не знаю. Но если был, то не мог же он просто испариться. Я кинул помещение взглядом еще раз, и слева от себя в стене заметил дверь. Может быть, там? Однако дверь не открывалась. А вдруг он запер ее с той стороны? Но зачем? Не знаю. Однако это вполне возможно, если предположить, что он вообще здесь. По всему похоже, что Шурик прятался. Может быть, бежал от кого-то. От таких мыслей мне стало не по себе. И захотелось самому побыстрее наказаться по ту сторону двери. Я силой надавил, но она лишь глухо скрипнула. Ну вот, может, этим? На, вот. Славя протянула мне фомку. Обычно Семен ее сам находил. Я повертел ее в руках, прикидывая, как лучше подцепить дверь. Давай попробуем. Напрягшись изо всех сил, мне все же удалось сорвать дверь с петель, и она с грохотом упала на пол. Пока я приходил в себя от чрезмерных усилий, Славя светила фонарем в образовавшийся проход. Там такой же коридор. Да уж, тут прямо целый лабиринт. Идем. Подожди. Я сел на кровать, снял с подушки пыльную наволочку и вытер пот с лба. Сейчас. Отдышусь немного. Славя села рядом и принялась изучать детали узоров плитки на полу. Ты бы фонарь пока выключила. А, да. Она немного покраснела и тут же щелкнула кнопкой выключения. С Славей, знаете, вот в любой ситуации как-то комфортно. Не правда ли? Даже тут, казалось бы, должно быть страшно, но так как она рядом, какое-то спокойствие сразу. Ну, это мне-то, знаете, я-то дома сижу. А им действительно жуть какая-то. Я поймал себя на мысли, что последние полчаса уже не воспринимаю происходящее как реальность. Словно все это не со мной. Словно все это сон. Как тогда? Четыре дня назад? В первые минуты после того, как я оказался здесь? Да, наверное, в последнее время я начал свыкаться с этим миром, с этой реальностью, какое оно для меня стало. И уже не так, но это где-то в душе необходимость найти выход. А теперь вот опять, в мгновение ока, лес, старый лагерь, бомбоубежище. Во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного, но и нормального, привычного мне по прошлой жизни было мало. Да, согласилась Славя. А тебе не кажется все это странным? Что именно? Ну, что мы сидим тут вдвоем ночью. Не нормально ли в данной ситуации дождаться утра, вызвать милицию? Да, наверное. Ну, я согласен в этот раз с Семеном, сказала она задумчиво. Конечно, я практически сам вызвался. не стоило. Ну, практически не считается, но все же. Но ведь ты просто хотел помочь? Если Шурик там, то нужно его найти как можно скорее. Такими темпами скорее не мы Шурика найдем, а им потом нас придется искать. Ведь он как-то тут, как-то смог тут заблудиться. Славя погрустнела. Ладно, ладно, я ничего такого не имею в виду. Может, его там нет, и он давно вернулся в лагерь. Да, может быть. Но проверить стоит? Конечно. Действительно, надо было утро дождаться и пойти всем вместе. Самая разумная мысль. если уж не дожидаться милиции, что еще разумнее. Хотя сколько там, трое суток должно пройти с исчезновения человека. Славя встала и протянула мне руку. Похоже, ей все-таки не было так страшно, как мне. Хотя я уже устал бояться и сейчас лишь хотел, чтобы все это побыстрее закончилось. Коридор был действительно точно таким же, как и тот, по которому мы попали в бомбоубежище. Я шел медленно, тщательно осматривая пол и то и дело проверяя, не сужаются ли стены. Клаустрофобия еще может развиться. Неприятно. Смотри. Славя крепче сжала мою руку и показала напролом посреди туннеля. Достаточно широкий, чтобы в него пролезть или провалиться. Может быть. Я посветил вниз, но на дне не было видно ничего, кроме земли. Думаю, стоит проверить. Глубина ямы позволяла потом выбраться оттуда, так что бояться на первый взгляд было нечего. Интересно, отчего яма такая появилась здесь. Я аккуратно спустился и помог Славе. Она оказалась в какой-то шахте. Это, наверное, вообще было еще до Второй мировой, да? Шахты эти. Стены и потолок были укреплены деревянными балками, а вдаль уходили рельсы. Кое-где давящая на эту хлипкую конструкцию земля прорвала прогнившие от старости доски, отчего все это сооружение не казалось особо надежным. Как думаешь, где мы? Не знаю. Шахта какая-то. Что здесь могли добывать? Может быть, уголь? Может быть. Мы начали медленно продвигаться вперед. Из-под дна то и дело предательски вылетали камни. Свет фонаря дрожа прыгал от одной стены к другой. То и дело вылавливая из тьмы бесформенные тени, которые исчезали. Стоило посветить в их сторону. На самом деле я просто этого не понимаю, как это реально вообще. Фонарик разобьется, допустим, или батарейки внезапно закончатся. Ну, мало ли, что может произойти. И хрен, ты в кромешной темноте отсюда выберешься. Даже если ты будешь руками щупать эту дыру в потолке, хорошо, ты выберешься в этот коридор, но там можно, конечно, тоже. Славя идет с одной стороны, Семен идет с другой стороны, прощупывая дверь, да, если забыл, откуда вышел. Но все равно, все равно, чисто интуитивно можно заблудиться и навеки здесь остаться. Тут страшнее, чем наверху. Да, пожалуй. Было бы странно, если бы Славя не испугалась при всей ее серьезности и ответственности, да, поэтому она совершенно нормальный человек, поэтому в ее эмоциях нет ничего удивительного, пожалуй. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее крепла во мне уверенность, что Шурику тут просто нечего делать. Не утащила же его в самом деле какая-то чупакабра. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Наконец, мы вышли к развилке. И куда нам теперь? Не знаю. Я попытался придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия, но в действительности и правда ничего не знал. совершенно ничего. Никуда идти, нигде Шурик, ни зачем мы вообще здесь. А вдруг заблудимся? Да, точно. Давай сделаем пометку, что мы здесь уже были. Разумная мысль, да? Обычно, когда человеку страшно, можно глупости натворить. Я взял с земли довольно большой камень и тщательно выцарапал на одном из беревен держащих потолок крест. Вот. Теперь точно будем знать, что здесь уже проходили. Хорошо. Славя улыбнулась. И куда? Мне просто когда не нравилась Славя, это когда она была мини-вожатая, знаете, вся такая. А когда она вот такой вот простой человек, простая девушка, очень приятная, искренняя, отзывчивая, вот, то это уже гораздо приятнее. Так, мы идем всегда налево. Вот, видите, всегда так было, да? Не знаю, надо это за привычку взять. Мы долго с вами в разных прохождениях, когда надо что-то выбирать. Мы с вами ходили налево. Это всегда к чему-то хорошему приводило. Так, и здесь. Мы вышли к некоему подобию шахтерского привала. Везде валялись кирки, каски, в углу ржавая вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. Действительно, как ни удивительно, да? Рельсы до этого видел. А что еще могло быть? Наверное, это явно не шахта. Что угодно, только не шахта. А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Похоже, еще одна развилка. Идем налево. За очередным поворотом фонарь выхватил из тьмы деревянную дверь. Ну, уже хоть что-то. А за деревянной дверью сумасшедший Шурик. И очень интересно, как сейчас развернется та сцена, к которой мы вроде как привыкли. По правде говоря, я так устал пройдить по этой шахте, что и думать забыл о Шурике. Хотелось просто поскорее найти выход. А что там? Вопросы славе, конечно, просто. Вот сейчас и выясним. За дверью скрывалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку котельной, то ли на одно из помещений бомбоубежища. Кстати, странно, что мы с Алисой пошли возвращаться по тому пути, по которому пришли сюда. Потому что, наверное, логично предположить, что если на стенах надписи какие-то современные дура и все такое, что здесь бывают люди. Сейчас бывают. И вряд ли они шли через шахты, через все эти катакомбы. Значит, где-то здесь рядышком должен быть выход. По логике, наверное. Наверное, бутылки пива где-то валяются. Знаете, как это обычно бывает. За дверью скрывалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку котельной, то ли на одной из помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые. Точно! Про это писали, а я тут делаю из себя капитана очевидность. А стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора, что говорило о том, что здесь до нас уже кто-то бывал. И не раз. Правда, судя по всему, довольно давно. Я водил фонарем по комнате, стараясь осмотреть все углы. Как вдруг обнаружил съежившегося в углу Шурика. Вот так. Шурик! Закричала Славя. Она-то точно не станет его оплюхами закидывать, как Алиса, да? Она же казалась не... А, он же казалась не обратил на нас никакого внимания. Так вот ты где! А мы тебя всю ночь ищем. Что тут вообще делаешь? Шурик поднял на меня мутные невидящие глаза. А вы кто? Что значит мы кто? Давай уже вставай и пойдем. Никуда я с вами не пойду. Шурик вновь уставился в темноту. Вы опять хотите меня обмануть? Будете водить кругами по подземелью? Будете! Я вас знаю! Он перешел на какой-то дьявольский шепот. Хватит уже чуш нести! Я хотел подойти к нему и помочь подняться. Но Славя остановила меня. Славя заподозрила видимо неладное. Он не в себе. Но я не в себе. Целую ночь тут шляться. Любой не в себе будет. Она укоризненно покачала головой и медленно стараясь не выходить из света фонаря подошла к Шурику. Славя все-таки шарит. Сейчас как психолог будет действовать. все в порядке. конечно. мне все не в себе. голоса. Какие еще голоса? Я уже начинал терять терпение. Семен сейчас совершит ошибку и не стоит этого делать. конечно это место этой ситуации не были нормальными. Но если бы здесь и водилась какая-то чертовщина то по всем канонам фильмов ужасов она давно уже должна была показаться. Кстати в комментариях вы мне вроде как писали что все-таки ситуация с Шуриком разъяснится ближе к истинным концовкам туда. Вот. Тогда мы узнаем что и как но я так подозреваю что это действительно голоса Семена. Ну вот этих вот клонов. Успокойся Шурик и расскажи нам все подробно. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и начал. Мне нужны более кое-какие детали для робота. Я слышал что в старом лагере есть бомбоубежище а в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры. Она конечно старая но разобрать вполне можно. Катушки резисторы всегда найдутся. Вот я с утра пораньше и пошел думая думал все быстро сделаю и к завтраку вернусь. Слушайте-ка а катушка индуктивности которую хотела Ульянка забрать наверное он здесь и добыл да? Все что нужно я собрал. Он достал из кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки но потом из-за двери там наверху в бомбоубежище услышал какие-то звуки то ли стоны то ли плач сначала стало страшно но потом я подумал а вдруг человек в опасности и пошел жутко да? Знаете что напоминает это? SCP-087 бесконечная лестница которая вниз спускается спускается в кромешной тьме а внизу слышны какие-то стоны плач жутко ну а Шурик у нас отзывчивый слушайте вообще круто совершенно другая сцена теперь он пришел в себя это единственный вообще единственный из множества вариантов ну не такое большое множество но все-таки много вариантов в которых Шурик на нас набрасывается с арматурой это единственный раз когда он не набрасывается когда кто-то смог его привести в чувство причем вот настолько мягко и психологически славя просто умница а тут вот шахта лабиринт этот чертов я совсем заблудился и голоса голоса повсюду что-то говорят мне то кричат то шепчут а я никак разобрать не могу он уже был готов разрыдаться но славя нежно покладила его по голове и Шурик продолжил в общем нашел я эту комнату тут хотя бы не слышно их и решил сидеть и ждать пока тебя спасут как в фильмах уровня б саркастически спросил я славя бросила на меня гневный взгляд ну Семен перепуганный конечно да и думает искали тебя еще нужно тут аккуратно общаться ну в любом случае пора выбираться отсюда если никто не против конечно пойдемте я знаю короткий путь короткий да я же тут все исходил ну ладно если исходил тогда почему-то не выбрался на поверхность если ты знал это шурик не соврал действительно поплутав по шахте всего пару минут мы оказались возле решетки за которой виднелось небо вот Семен спрашивает то что меня интересует и почему же ты не выбрался тогда сам а ты попробуй я потянулся и сильно дернул решетку несколько раз и правда так просто не сломать нужно что-то тяжелое я посмотрел вниз на славе и шурика может фонарем фонарем я покрутил его в руках да это была не китайская поделка 90-х годов коих у меня в свое время множество валялось на даче а настоящий советский добротно сделанный металлический фонарь да в те времена на сове сделали и знаете вот у меня телевизоры стоят там старые 90-х годов работает до сих пор у меня в комнате телевизор только недавно трубка начала садиться вот а сейчас технику делают как чтобы она побыстрее ломалась ну не все конечно конечно не все просто какой смысл делать производителям качественную технику такую крепкую которая прослужит полвека а я уверен что технологии позволяют это вот но какой смысл этого делать если просто перестанут покупать купят допустим один телевизор или холодильник и он на всю жизнь да конечно не молоток но при должном усердии я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах где она крепилась к стене вскоре мне повезло послышался треск и на землю полетели болты удерживающие ее ну что самая спокойная из сцен с походом к шурику славя для меня по новому не раскрылась не раскрылась но при этом ей удалось подчеркнуть те положительные качества которые я в ней уже заметил и это хорошо через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим ну ладно я пойду спасибо вам шурик выглядел несколько растерянным я некоторое время оценивающе смотрел на него но в итоге ничего не сказал лишь слабо махнув рукой на прощание в конце концов не было ни сил ни желания с ним разговаривать да и что сказать ругать его сейчас бесполезно пытаться что-то узнать наверное тоже ну и ночка славя сидела рядом и мечтательно смотрела на луну ожидаю какую-то романтическую сцену сейчас которая замечательно завершит этот опасный но менее опасный чем раньше день да уж если бы мне кто еще неделю назад сказал что я попаду в пионерлагерь да еще придется лазить по бомбоубежищам зато весело в каком-то смысле очень весело действительно что-то забавное в этом все было но было и странное за последние несколько часов со мной могло произойти все что угодно но в итоге не случилось ничего спасибо славе возможно через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай из детства если доживу да все таки надеюсь что такого как в плохой концовке следа не случится как думаешь он правда там что-то слышал не знаю возможно конечно но скорее всего ему просто показалось в такой ситуации любому может померещиться это было не только самое логичное объяснение но и самое правильное ведь с нами-то не случилось ничего а я вот думаю ему стоит психиатру показаться хотя с другой стороны когда Семен сам шел в лагерь он тоже никого не встретил и голосов не слышал хотя по идее мог бы наверное Славя рассмеялась да я обычно думал что такие шутки про людей злобные такие шутки типа показаться к психиатру допустим над кем-то подшутить зло за спиной да Славя такое не одобряет но в этот раз рассмеялась но с другой стороны я бы не сказал что это какой-то злобный подкол просто это вообще не шутка к психиатру надо показаться это точно ну ладно пора спать я чувствовал что надо что-то сказать Славе эта музыкальная тема кстати одной из моих любимых стала очень красивая музыка грустная такая знаете тоскливая музыка но при этом дающая какую-то надежду характер такой и ассоциируется она именно со Славей не был уверен хочу ли но необходимость ощущал спасибо тебе за что она недоуменно посмотрела на меня без тебя я бы не справился да ничего Славя покраснела она обычно даже благодарности не ждет да она просто помогает людям как так и надо я был у нее в долгу опять интересно как хотя бы частично отплатить ей за все что она для меня сделала действительно почему-то звезды у меня ассоциируются с Леной сейчас я смотрел на ночное небо и медленно погружался в сон все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили что сил больше не оставалось знаешь при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви вы понимаете насколько непривычно такое слушать от Семена такую откровенность он ни с Леной такие слова не говорил ни с Алисой хотя там это было более обоснованно хотя черт его знает столько всего и со Славей было сказал я теряя контакт с реальностью он даже не совсем понимал что он сказал да просто как мысли вслух мысль обычно работает куда быстрее чем здравый смысл на Славе рядом со мной ааа уже не было она домой ушла да а я думал он уснул рядом с ней может оно и к лучшему хотя бы не слышала хотя странно почему она ушла не попрощавшись ну да Семен просто прилег на траву там да а Славя молча взяла и ушла это странно действительно ну и ладно утро вечером утренее я так устал что еле добрался до домика вожатой а почему музыка какая напряженная однако в окне горел свет это значит что она меня ждет а вот это в свою очередь значит что мне опять предстоит выслушивать нравоучения я совершенно не понимаю наверное это одна из многих вещей которые я не понимаю а вы меня осуждаете за это но что за черт Ольга Дмитриевна ей позволила совесть отправить подростков девочку Семена ну выходящий из подросткового возраста уже вышедший скорее всего но сам факт еще тяжело их назвать взрослыми людьми да отправить ночью в этот лагерь а теперь она удивляется почему мы поздно вернулись домой что за вообще я не понимаю эту игру и сейчас уж точно ничем не обоснованные выяснять прав я или нет не было никакого желания шизлонг стоящий рядом приветливо манил словно предлагая поспать в нем забыв про шахту шурика вожатую она вышла сама а вот и вы кстати в предыдущих сценах поиска шурика она не выходила кажется сама отрешенно бросил я продолжая смотреть на заветный шизлонг семен да да мы нашли шурика подробности вам разгажет завтра славе а сейчас мне очень бы хотелось поспать она секунду непонимающе смотрела на меня а потом сказала ладно уж не знаю уж сыграло ли свою роль упоминание славе но через полминуты я уже лежал в кровати ладно уж ни слова как она переживала ни слова о шурике вообще ничего не знаю она долбанутая на всю голову долбануть и шурика долбануть и лена долбануть и всех в этом лагере именно ольга дмитриевна она хреневшая просто чем больше раз я перепрохожу с самого нуля новеллу тем больше я нахожу долбанутых каких-то чертов в голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях но вскоре она начала болеть и сознание словно включив безопасный режим ушло на перезагрузку да концовка вечера пожалуй была самой короткой такой знаете самой не особо примечательной вот среди всех которые были ну опять же сцены со славей не отличаются каким-то чем-то таким вот особым да но при этом они очень милые очень очень просто приятные знаете просто приятные сцены как и сцена с поисками шурика когда он впервые не замахнулся арматурой но это конечно же все было мы бежали 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 и прибежали спасибо что смотрели друзья я вас жду в следующих сериях я думаю рут еще предоставит нам много возможностей проникнуться этой чистой девочкой насладиться ее обществом узнать что-то о ней новое и честно говоря я просто жду не дождусь раскрытия этой нашей истории этих наших отношений пока все получается круто и я очень доволен этой девочкой я очень доволен Семеном я в принципе всем доволен оставайтесь на линии друзья и нас ждет еще много интересного субтитры